Жители ветхой развалюхи в центре города лишились своих квадратных метров. Сильный пожар уничтожил половину дома номер 8 на улице Муромской. Это произошло ночью. Люди выскакивали на улицу полураздетыми. Погорельцы оказались в отчаянном положении. Теперь им придется искать деньги на восстановление жилья. Многим их взять просто неоткуда. Например, в одной из квартир жила 80-летняя бабушка с неработающим сыном. Пожар в этом доме вспыхнул ночью с субботы на воскресенье. Полыхало сильно. Огнеборцам понадобилось немало времени, чтобы справиться с огнем. 150 квадратных метров второй этаж и крыша выгорели полностью. В течение шести минут прибыли первые пожарные подразделения к месту пожара. Всего было задействовано шесть единиц техники, 22 человека личного состава. Пожар ликвидирован в течение 48 минут. К счастью, две пятилетние девочки, живущие здесь, на выходные как раз уехали из дома. Очевидно, люди проснулись, когда пламя уже сильно разгорелось. На улицу выбегали кто в чем. На помощь пришли соседи. Дали одежду, отпаивали чаем. От этого зрелища очевидцы до сих пор не могут прийти в себя. Вот, которые угловой сюда, они выпрыгивали в окошко. Мы сами не видели, но он жену подавал, прям на руку, и она спрыгивала. Ну, тоже упала, отбила попу. Он тоже обгорел, дверь открыл. И у него волосы, и лоб, и лицо все обгоревшее. Остальные-то вроде ничего, никто не пострадал. Сильнее всего выгорело крыльцо. Почему все случилось, пока неизвестно. На проверку у МЧС есть 10 дней. Судьба эту улицу от огня до сих пор как-то уберегала. Но строение ветхие, деревянная проводка у многих в ужасном состоянии. Так что все может воспламениться от любой искры. Кстати, и водопровода здесь нет. За водой люди ходят на колонку. Как нам рассказали в прислужбе мэрии, погорельцев ночью привезли в районную администрацию. Накормили, дали сухпайок. По поручению сити-менеджера обратились в магазины с просьбой дать людям одежду и вещи первой необходимости. Две семьи сейчас находятся в маневренном фонде, остальные у родственников. Рассчитывать на жилье от государства погорельцам, по всей видимости, не приходится. Их дом частный, как и все в округе. Страховки у жильцов, скорее всего, тоже не было. А здесь не страхуют. Ветхое жилье не страхуют. Только могут имущество, и то еще под вопросом. Вот этим домам 300 лет. Не расселяют ничего, не думают. Но мы частные, конечно. Вот там нижний 12 дом расселили. Он жиковский. Сколько люди смогут находиться во временном жилье, пока неизвестно. Сначала погорельцам предстоит определиться, смогут ли они восстановить свои квартиры.